В ходе большого передела денежных потоков в Минобороны, российских генералов, одного за другим обвиняют в коррупции. И только путинский дружок Шойгу и его родня остаются неприкосновенными и продолжают наживаться на войне. В частности, миллиарды заколачивает крестник Шойгу. Его компания за время так называемой СВО увеличила доходы в несколько раз. На чем обдирают народ? Заработки на крови. Показываем. Заработать на крови. Сотни тысяч убитых, раненых россиян и сотни миллиардов долларов, потраченных на войну. Кажется, Путин готов на все, лишь бы урвать побольше украинской земли. Но на самом деле диктатор не забывает и про свой карман. Поймите, что Путин, ведь это не просто коррупционер. Это человек, который коррупцию избрал в качестве инструмента своей политики. И при хвостне Путина. И он сам заколачивает миллиарды на войне, воруя у россиян. Дело в том, что воровать на войне – это вообще старая традиция. Почти в три раза нарастила доходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину компания «Бамстройпуть». Работает она на подрядах российского Минобороны. А секрет успеха предприятия в тесных связях теперь с уже бывшим министром обороны РФ. Владельца «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова российские журналисты называют «крестником» Сергея Шойгу. «Обычно такого рода в открытых данных не содержится. То есть мы не можем сделать запросы и узнать, кто является действительно крестным отцом Антона Абдурахманова. Официально запросы будет сеть ответа. Здесь приходится просто верить, ну как бы либо верить, либо не верить многочисленным источникам, которые это утверждают. Но все-таки я больше склоняюсь, что это действительно так. Во всяком случае, действительно, не чужой человек Шойгу». Компания Абдурахмановых, прежде чем стать одним из ключевых подрядчиков Минобороны, до этого реализовывала проекты российского МЧС. Как раз в то время, когда его возглавлял Сергей Шойгу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в течение года мы много и напряженно работали. Аналитики допускают, что религиозные отношения между Антоном Абдурахмановым с Шойгу не настолько очевидны. А вот финансовые связи вполне реальны. «Типа ответственный менеджер, управляющий, да, приказчик, который, понятно, что он сам не может этим заниматься. Во-первых. Во-вторых, если что-то случится, этого человека можно как-то злоопрещение потом на законе это отдать. Кем бы ни приходился Шойгу Абдурахманов, черные схемы по разворовыванию бюджета российского Минобороны в этой связке работают отменно. Доходы предприятия «Бамстройпуть» с 6 миллиардов рублей в 2021 году за время полномасштабного вторжения возросли до 16 миллиардов рублей в 2023 году. Их «Бамстройпуть» заработала на строительстве научно-исследовательских объектов и выполнении проектных и строительных работ для Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Миллиарды получили из реконструкции помещений для создания пункта управления космических войск. Никто не отменял угроз, которые должны сопровождаться большой мобилизационной работой, когда страна мобилизуется, когда нам надо задействовать все то, что у нас стоит на хранении. Но и до российского вторжения в Украину предприятию «Бамстройпуть» отдавали самые лакомые, самые символические для режима объекты, в том числе Национальный центр управления обороной, которым хвастался Путин. Его главный проект – это строительство Национального центра управления обороной Российской Федерации. Это такое красивое светящееся здание на Фрунзенской набережной. И, собственно, подрядчиком строительства Центра управления обороной был как раз «Бамстройпуть». Хрестник Шойгу был и одним из подрядчиков строительства подмосковного парка «Патриот» с музеем и храмом вооруженных сил. Под этот проект Московская область выделила территорию в 5000 гектаров. Храм обещали строить только за пожертвования. Но в итоге 2 миллиарда рублей дала Москва и еще 950 миллионов Московская область. «Бамстройпуть» тоже работал на объектах парка «Патриот». Важно, что заместители Шойгу и Павел Попов, и Тимур Иванов, которые курировали проекты, в которых фигурирует «Бамстройпуть», за решеткой. Но к бизнесмену Абдурахманову путинские следователи не спешат. «То есть Попов, да, Иванов уже арестован, а вот между ними за Шойгу стоит Абдурахман». Абдурахманов, очевидно, уж слишком сильно связан с Шойгу. Тот, в свою очередь, один из ближайших друзей Путина. А секрет его неприкасаемости, уверены эксперты, в том, что коррупционными деньгами, теми самыми, заработанными на войне и на крови, он делился и с диктатором. Путина его прикрывает, потому что понятно, что нити ведут в самый верх, на самый верх. И прямо на самый верх, на самого Путина. Воровать триллионы рублей без ведома Путина никто бы не стал. Но это непонимание того, как работает эта система корпоративная. Это корпоративное государство. Продолжение следует... Продолжение следует...